И последнее. Театр оперы и балета завершил трехдневные гастроли в Великом Новгороде. Напомним, что в честь юбилея театра артисты проводят гастрольный тур по городам России и ближнего зарубежья. В Новгороде якутияне представили три балета, одну оперу и одну кантату. О том, как это было, расскажет Айсена Бурнашова. Наравне с нашумевшей балетной постановкой Сельфида и оперой Аида, Государственный театр оперы и балета Якутии представил новгородскому зрителю «Вечную историю любви» балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». В главных партиях Тимофей Федотов и заслуженная артистка России и Республики Екатерина Тайшина. На новгородской сцене развернулась самая трагичная история самой горячей любви. В каждом движении артистов чувствовалась грация и изысканность. И, конечно, такие шекспировские страсти не оставили зрителей равнодушными. В гастрольный репертуар театра оперы и балета Якутии входят постановки и для самых маленьких. Детский балет «Страна фантазии» или «Волшебная история» рассказал юным зрителям о победе добра над злом и о настоящей дружбе. Либретто, хореография, видео и художественное оформление позволили по-настоящему поверить волшебников и фей. Мне понравилось, когда танцевали феи. Я впервые на балете. Мне понравилась музыка и как танцуют артисты. Мне очень нравятся костюмы, как все обустроено, как танец сделан, балет. Вслед за волшебной историей на сцену вышла широко известная кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении хорового коллектива театра оперы и балета. Этим выступлением якутяне завершили новгородские гастроли и выехали в столицу России – Москву. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Великий Новгород.